Добро пожаловать в Енисей! Ты тут уже первый месяц, как сегодня выяснилось. Вообще расскажи сейчас немного о себе и с чего начался твой футбольный путь, вот именно с ребячества, так скажем. Привет! Начался, наверное, как и у всех футболистов, когда в детстве, раньше всегда играли во дворе, летом, получается, летом играли в футбол, зимой в хоккей. Получилось так, что сначала пошел в секцию хоккея, ну что-то там пришел, как-то не особо понравилось, сколько неделю-две походил, но целыми, получается, целыми днями катался зимой всегда на коньках, и поэтому как-то намного был лучше обучен, чем там малыши, которые были, это было мне лет 6-7. И слишком было легко, и как-то не понравилось, и неделю походил и ушел, получается. А потом, через года два, 9 лет, 9 лет пришел на секцию футбола, и все, и начал заниматься. Сначала поиграл в поле немножко, там, может, месяц-два, и потом на тренировку в ротарине пришли, и поставил тренер, говорит, иди в воротах попробуй, пошел попробовал, что-то начал все отбивать, он говорит, все, теперь с сегодняшнего дня ты типа играешь в воротах, и вот как-то так. Ты родился в Тюмени, видимо, вот этот путь, который ты сейчас рассказывал, тоже у тебя прошел именно в этом городе? Да, родился в Тюмени, и до 16 лет жил, до 15 лет, да, до 15 жил в Тюмени, получается. А вот потом ты оказался в Краснодаре, расскажи немного, как это произошло, это не два ближних друг к другу города. Ну как, ну, играл, получается, за Тюмень, и турнир, турниры вызвали на первенство МРО, это среди регионов, за сборную Урала. И все, и там отыграл, видать, успешно, селекционеры Краснодара подошли после турнира, сказали, не хочешь попробовать себя в Краснодаре? Я говорю, ну, с удовольствием, с радостью, и все, они меня, прям, турнир был в Крымске, прям с Крымска забрали просмотр, там, два дня побыл, сказали, типа, езжай домой, забирай документы, все, мы тебя ждем, типа, ты отверстиешься в Краснодаре. Тяжело было, тебе, как-никак, всего 15 лет, да, было на тот момент переехать? Да нет, я, наверное, в том возрасте уже об этом не думал, как бы, все равно хотелось на развиваться, это была, наверное, мечта попасть в академию какую-то. Всегда следил там за академией, раньше Тольятти была академия сильная тоже, всегда хотел, мечтал попасть и дать мечта, вот какая-то детская сбылась. И оказался в академии Краснодара. А какими тебе вообще запомнились вот эти годы, проведенные в академии? Ну, честно, сначала приехал, все как-то в новинку, по две тренировки в день, плюс сумасшедшие условия, там, в плане инфраструктуры вообще, в принципе. Но в дальнейшем, конечно, устаешь, когда ты тренируешься, утром, вечером, никакого вообще свободного времени, у тебя между тренировками школы всегда. И, то есть, ты там идешь, утром встаешь, там, 8 утра, идешь в школу, два урока учишься, потом идешь на тренировку, тренируешься с тренировки сразу же. Идешь в школу еще, там, пять уроков, потом опять тренировка, вечером только задание. И еще телефон, я запомнилась, телефон, получается, давали только вечером, на час, больше не было. И так было на протяжении, там, сколько, двух, двух лет, пока школу не закончил. И, то есть, выходные дни только воскресенье. Суббота игра, воскресенье выходной, все. Остальные дни все одинаковые, как под копирку, поэтому круто, крутой опыт, но в то же время не такой простой, как всем кажется, на самом деле. А с кем ты вот сейчас в команде играешь? Ты пересекался в академии? Мы, получается, играли с Олегом Ланиным, он у меня на год младше. Ну, его и на турниры сначала за наш год, за 95-й подтягивали, там, на финальные турниры за Россию, ну, на Россию. И в дальнейшем он, наверное, один из первых, это 96-го года, начал в Краснодаре 2 за нас играть, получается. Как Краснодар 2 организовали, и был весь год 95-й в этой команде. И, наверное, только Олег Ланин был 96-го. Поэтому мы с ним очень давно уже знакомы. Что было дальше? Вот ты закончил академию. Еще, еще, извиняюсь, еще Коля Марков был в Краснодаре. Ну, он на порядок старше вас. Ну, да, да, но все равно. Ты просто знал, кто такой Коля Марков. Нет, просто он пересекались, когда тренировался с главной командой, пересекались тоже с Колей. Что было дальше? Вот ты закончил академию, куда поехал, и ты остался в Краснодаре. Нет, закончил академию, поехал домой. Был полтора или два месяца в команде в Тюмени. Красная команда вышла в первую лигу, играла в первой лиге. Кстати, тогда познакомился с Валерой Кичиным. Он был в Тюмени в тот момент. И там прошел сбор, и поступило предложение с командой второй лиги. В этот момент мне было 19-20 лет. Из новочеркасского МИТОСа. Ну, и все, я недолго думая собрался, поехал туда за игровой практикой. Провел там полгода. Условия были очень скромные в плане вообще инфраструктуры. Там про финансы мы вообще не говорим. Было тяжело, но это был тоже опыт определенный, который нужно было пройти в жизни. Плюс, кстати, играл там с бывшим футболистом Енисея, с Миней Бивеевым. Мы тоже хорошо общаемся до сих пор. Жили с ним в атаком, тем было, конечно, тяжело, но справились, вылезли. И он и я, в принципе. Ты сейчас его место в раздевалке занял. Ты в курсе про это? Да, я сразу же пришел. Мне сказали, вот, Миня сидел, типа, садись. Я сел, сразу ему написал, говорю, Миня, типа, твое место заколдованное, магическое. Сел, говорю, что помогло, так же, как тебе. Вот, каким был твой путь до первого клуба ФНЛ? Ты вот сказал, что ты после Академии во второй лиге играл. И потом как у тебя скромнилось? Ну, вот во второй лиге поиграл в Новочеркасском МИТОСе. И через полгода меня пригласила команда уже выше уровня, это был Ижевский Зенит, команда, которая боролась за определенные задачи во втором дивизионе. Получается, приехал туда, полгода отыграл все игры, еще был лимитчик, полгода как раз лимитчиком отыграл все игры. Уже заняли второе место, уже поступали предложения из первой лиги, но тренер сказал, говорит, тебе лучше остаться, еще набраться опыта. Еще остался на год, следующий сезон еще провел, получается, в Ижевском Зените тоже все игры. И уже во втором году в Ижевске поступило предложение сначала, ну, как предложение на просмотр, поехать от московского ЦСКА. Съездил туда на три дня. В принципе, все нормально, все вроде хорошо было, но тренер как бы сказал, смысл брать такого же, как у нас есть. То есть, когда на треномет был Илья Помазунов, он и остался. И поэтому в дальнейшем были три или четыре предложения от команд ФНЛ, потому что как бы хороший сезон провел в Ижевском Зените. И выбрал в итоге Шинник Ярославский, в котором вот провел три года. Шинник – это самый яркий этап сейчас в твоей карьере? Или есть какие-то клубы, которые вот отдельное место у тебя в памяти? Ну, это, наверное, Шинник. Там были много хороших матчей. Ну, в принципе, каждая команда, в которой я был, по-своему дала определенный опыт, что жизненный, что футбольный. И как бы научила жизни. Поэтому, как бы, я не знаю, наверное, выбрать определенный клуб. В каждом было хорошее, в каждом было какие-то моменты небольшие, плохие. Ну, как и везде, как в любой работе. Поэтому, как бы, это нормально. Ты после Шинника отправился снова в Тюмень или еще какие-то клубы? Нет, после Шинника я отыграл сезон в Астраханском Волгаре. А, угу. Тоже клуб? Да. И какой-то получил скомканный сезон. Можно, конечно, там занести в чем-то в актив, в чем-то нет. Но считаю это одним из таких самых не очень удачных сезонов вообще в карьере своей и опыта как футбольного. В принципе, вроде я отыграл. Ну, достаточно игр. Половина. Но, какой-то. Потом вот оказался в Тюмени. Вернулся на год. Была задача выйти, получается, в первую лигу. К сожалению, немножко не хватило. Не выполнили. Так был хороший сезон, хороший коллектив. Очень крутое время провел этот год. Ну, то есть ты уже сейчас сказал, что самый такой переломный момент в твоей карьере это именно был в Волгаре или еще есть какие-то моменты, когда ты прям... Момент такого застоя для тебя карьерного? Ну, резко, стремительно все шло в Ижевске. Получается, были и предложения, и варианты, и все. А потом в Шиннике, в Ярославском, были хорошие игры, яркие там были матчи. Но там была все равно конкуренция с опытным вратарем. И как бы больше все равно доверяли ему играть. Хороший очень вратарь, Дима Яш, которого тоже подчеркнул там много с этих моментов из-за опыта. Ну, не скажу, что был застой в том же Волгаре. Это просто был опыт, который нужно было пройти, чтобы из него извлечь какие-то какие-то, я так сказать, ошибки или какую-то мудрость получить в этот момент карьеры. Хорошо, давай теперь о ярком. Помнишь ли ты, ну, или какой сейф для тебя считается самым таким значимым и красивым, что ты прям его вспоминаешь и думаешь, да, вот тогда я решил ход матча? Лин, ну, я не знаю, ну, вот в Шиннике, наверное, были яркие матчи, очень, например, на хорошем уровне в плане соперников. Матч в Сочи мы играли на кубок, выиграли по пенальти, в основном время 0-0 сыграли. Там были хорошие моменты, плюс, наверное, с Нижним Новгородом в 1-8 финал играли. Получилось так, что сыграли 2-2 и получилось угадать три пенальти отбить из трех, выиграли. 3-0 по пенальти. Ну, а так, я не знаю, даже честно. Давай теперь не о футболе. Есть ли у тебя какие-то увлечения, помимо вот зеленого поля, ворот, мяча? Ну, наверное, самое главное увлечение – это моя семья, с которой, ну, провожу оставшееся свободное время, которого, на самом деле, ну, не прям так много, потому что тренировка занимает достаточное количество времени. Люблю погулять, просто походить, побродить, путешествовать. Любимого, вот ездили зимой, получается, в Стамбул с женой гуляли. Потом почитать книжки. Ну, и вот так, в основном там фильмы, сериалы, что-нибудь такое, позалиплачивать. У тебя семья в Краснодаре? Почему именно в этом городе? Твоя карьера, ты сейчас рассказал, географически очень такая разнообразная. Когда был в Академии, уже, ну, в Краснодаре 2 там, и познакомились с супругой, она оттуда, с Краснодара. И как-то мне понравился город, климат, остались там жить. Поэтому, как бы, ну, даже не раздумывал, куда-то это другое место переезжать. Рядом море, тепло. А был ли ты вообще в Красноярске до перехода в Енисею? Ну, наверное, только на игры. Это отель Поле, аэропорт. Снова не футбольная тема, у тебя очень много татуировок. Они все для тебя что-то значат или просто изображение понравилось, набил? Да нет, ну, это большинство религиозных татуировок, в принципе, потому что верующий, верующий человек. Поэтому, а то какие-то есть, да, которые просто понравились. Начал забивать, во сколько лет? Ну, первый, наверное, сделал лет 17-16. И до сих пор продолжаешь? Ну, потихоньку, да, когда что-то понравится, какие-то мысли появляются, делаю. Сейчас немного поговорим о Енисеи. Ты уже, вот, мы повторяем, что месяц в команде. Как тебе вообще атмосфера? Как тебе тренер, как тебе ребята на поле? И вот те два матча, которые ты уже провел? Адаптация, в принципе, быстро прошла, потому что знал и футболистов, которым там пересекался, где-то играл. Плюс остальные все ребята хорошо приняли. Можно коллектив назвать, наверное, семейным. Потому что все, кто новички, пришли, хорошо вписались, велились. Их хорошо встретили, приняли. Тренер тоже отлично все хорошо объясняет, поддерживает какие-то моменты. Плюс часто взаимодействие с тренером-братарей, много тренировок, теорий. Поэтому в целом, в общем, отлично вообще. Очень доволен. Сейчас у нас будет короткий блиц про Енисей. Отвечай, старайся быстро. Сейчас седьмой номер на поле принадлежит Песикову. Кто занимал этот номер еще в том сезоне? Зотов, нет? Да, первый. Первый? Да. Кто в команде забил больше всех голов с пенальти? Кто бьет, я даже не знаю. Иванов, Зотов, Ломакин. Кичин. Да. В каком году Енисей вышел в РПЛ? Восемнадцатый. С какой командой Енисей играл в прошлом сезоне в полуфинале Кубка? Спартак. Как зовут капитана команды? Егор Иванов. Все, спасибо тебе большое. Отличный делок получился. Добро пожаловать в Енисей. Надеемся, что этот сезон будет для тебя очень ярким. Спасибо большое. Спасибо.